Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой» и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Батюшка, ну пока наши телезрители собираются с мыслями, какой вопрос им задать, я начну с того, что у нас уже есть. Прочитал, что человек согрешает на каждом шагу, даже когда молится. И появился страх, что всё, что я делаю, может быть не угодно Богу. Подскажите, как от этого страха избавиться? Ну, а зачем от него избавляться? Начало премудрости, страх Господень. Если человек боится огорчить нашего Отца Небесного, то это благо, думает об этом, осторожно себя ведёт, благоговейно. Тогда ничего из этого плохого не выйдет. Наоборот, от многого нездорового сохранится. Или к чему-то хорошему себя даже не понудит, боясь, а вдруг это тоже грех. Знаете, бывает, от откаживания. Да никаких вдруг не бывает, просто надо же упражнять свою совесть. А если и не упражнять, тогда действительно человек будет в полном невидении, или ему нужен какой-то там карманный подсказыватель на все случаи жизни. А Богу угодно, чтобы человек не просто вот совершал некие поступки там, произносил какие-то слова, а чтобы эти поступки и слова выражали новую сущность данного человека. Чтоб он в нём начала действовать вот эта христианская новизна. Это гораздо важнее, чем вот угадал, не угадал. Но вот особенно постом это видно, насколько люди боятся что-то не то съесть. Вот, и об этом больше всего разговоров, больше всего слов. Ну, это связано с тем, что наше тупое телевидение, оно в основном упирается всё время в пост. Вот это едим, это не едим. И думают, что религиозность, она вот так насмерть сшита вот с диетами различными. Не понимают никак причин поста. И про другие какие-то системы тоже всё время говорят, только в смысле, что поесть. Совершенно так, окунувшись, ну, просто в животный мир. Для животных главное еда. Вот они ходят, всем крянчут. Начиная от медведей и кончая домашними котами. Всё, что-то такое съесть. Человек думает, что он для того существует, чтобы всё вот сделать так правильно, и тогда Бог будет доволен. А главное, чтобы чуть не съесть ни того. Да, не свежий чём. Это, конечно, ошибка. Но я заметил, что объяснять и говорить человеку, который на этом застрял, это совершенно бесполезно. Что вот пост, у неё другая задача. А бесполезно почему? У тебя не хватает сознания или он... Не хватает понимания. Потому что пост – это высоко духовное упражнение. А человек склонен к упрощению. И не сводит пост до... Что можно, что нельзя. И вообще вот большинство вопросов людей, приходящих в сыр, а можно, а нельзя, а можно, а нельзя. Вот ему составь такой талмудик, что можно, что нельзя. И человек будет очень доволен. Может быть, даже запомнит. А для Бога важно, чтобы человек стал новой тварью. Такая книга будет наверняка популярнее Евангелия. Ну да, вот как... Какой иконе, о чём молиться. Это же популярно, всё наглядно. Люди не понимают, что... Там молиться о здравии можно вообще любому святому. Потому что не святой исцеляет. Даже это исцелитель Пантелеймон. Исцеляет только Господь. А Пантелеймона можно призвать к тому, чтобы он помолился за нас, Господу нашему, Иисусу Христу. А уж тот исправит то дело, о котором мы молимся. Павелик, есть у нас вопрос? Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте, третий раз. Я уже задавала вопрос. Может быть. А нам ещё нет. До нас звук не дошёл. Придётся вам тоже второй раз повторить. А здравствуйте, батюшки. Так, четвёртый раз здравствуйте. Извините, пожалуйста. Нет, пожалуйста, мне очень нравится. Ваш такой напевный призыв. Мне очень нравится ваша передача. Особенно вас, батюшка, очень нравится. И ваши проповеди слушать. И, как говорится, мы вас с семьёй все смотрим и слушаем обязательно эту передачу. Ну и хорошо. Я очень рад. Значит, не зря трудимся. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Моя заловка покрестила свою девочку в детстве и потом перекрестила её. Понимаете, я вот с детства знаю такую поговорку. Каждый человек по-своему с ума сходит. Поэтому зачем нам в это влезать? Ну, я это понимаю, но тоже... Тоже что? Ну как, мы беспокоимся, потому что это наша племянница, мы беспокоимся за ребёнка. А что ребёнку какой тут нанесён ущерб? Ну, то, что она целенаправлена. Второй раз её перекрестила. Ну, я говорю, человек сумасшедший. Надо о ней, о заловке думать, а не о ребёнке. С ребёнком всё в порядке. Жалко, что маменька её не сможет православной вере научить. Потому что православная вера в её кратком изложении, может быть, вы тоже когда-нибудь слышали, если в церкви были хотя бы один раз, как там... Ну, мы уходим в храм. Ну, уходят. Воробьи тоже летают и залетают в храм, но ничего не понимают. Вот. Там поют перед евхаристическим каноном символ веры. И там есть такие слова. Исповедую едино крещение в оставлении грехов. А если крестят два раза, значит, человек в ереси находится. Он не православный. У него даже и детей нельзя крестить. Он безумец. Поэтому... Понятно, батюшка. Поздравьте вашу заловку и подарите ей закон Божий. Пусть хоть почитает, может быть. Если она букву умеет разбирать, может... Ну, конечно, умеет. Драматная же, наверное. Ну, наверное. Откуда же мы знаем? Так что вот. Еще Господь говорил, слышит и не разумеет. Ну, да. Ну, это естественно. Пойди в МГУ на Мехмат на первую лекцию и сядь, послушай. Там введение в дифференциальное исчисление. Ну, и что? Человек там поймет. Да ничего. Вот эта заловка. Пусть сходит. Или на биофак. Иисус Христос во время своей земной жизни постоянно творил чудеса, чтобы люди в Него поверили. Почему сейчас этого нет? Это помогло бы многим неверующим прийти к Богу. К сожалению, все от начала до конца неправда. Во-первых, Христос творил чудеса не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить. Мы постоянно видим, что даже тем людям, с которыми произошло чудо, Он зачастую запрещал это рассказывать. Ну, например, первое, что пришло в голову, это на горе Фавор. Произошло чудо преображения. Он своим апостолам, которые с ним были, запретил об этом рассказывать. Они об этом рассказали другим апостолам только уже после вознесения Христа на небо. Поэтому это первая брехня. Вторая брехня по поводу того, что чудес не бывает. Не знаю. У меня в день по семь, по десять чудес бывает. Я даже, ну, уже путаюсь, чтобы считать. Все время какие чудеса. Просто даже если, ну, кому так пересказать, что, ну, так не может быть. Вот, раз, два, три, целый день, и завтра будут какие-то другие и так далее. Они такие, не то, что большие, там, мертвые воскресают, но и воскрешение мертвых бывает. Так что опять клевета. То есть человек вот что-то ему придумается, намечтается, и он это выдает за истину. А потом еще начинает почему говорить не бывает. Да как же так? Ну, а насколько возможно чудом обратить человека от неверия к вере? Вообще невозможно. Если человек готов уже обратиться к Богу, то чудо может его, ну, как бы подтолкнуть, дать возможность задуматься. Только и всего. То есть через чудо человек просто так ни с того, ни с сего верующим не станет? Ну, конечно. Это совершенно невозможно. ну, вот выглянул солнце. Но разве это не чудо? Просто обычно люди на это не обращают никакого внимания. когда человек теряет какую-то способность, ну, скажем, в движении из-за травмы, он начинает понимать, насколько это чудесно иметь такую свободу, например, движения. Да, конечно. А устройство человеческого скелета? А как устроен кишечник? А как вот этот тракт, начиная от полости ротовой и кончая там вот пищеводом, желудком? Ну, все продумано так потрясающе. И все главное связано, вот у меня один мальчонка знакомый ногу обжег. ему взяли кусок кожи с другой ноги и приставили к этой и приросло. Так вот устроено, что человек может даже сам себя латать от ожог. Конечно, это делает хирург, но в принципе то, что такая совместимость. Но это же чудо! От меня-то ему даже не предложили то, что только вот либо близнец, либо только он сам. Но это так же Господь устроил. Это что, совпало? Эволюция? Еще какое-нибудь умное латинское слово сказать. Поэтому вот, конечно, человек малообразован, как правило, еще и глуп, но и дерзок. Дерзает изрекать какие-то сентенции, за которыми не стоит вообще никакой здоровой информации. Есть вопрос, батюшка. Да? Да. Алло, здравствуйте. Дмитрий. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Батюшка Дмитрий, скажите, пожалуйста, как различить гордость от смирения? Если возможно, можно какой-нибудь пример привести. Спасибо. Ну, а вы знаете, как отличить рояль? Я вот перед тем, как сюда поехал, как раз был на концерте. И не весь концерт прослушал, только первые два номера. Вот как отличить рояль от мусорного ведра? Вы умеете? Или вы уже отключились от нас? А я хотел с вами поговорить. Потому что мусорное ведро настолько не похоже на рояль, что тут само собой ясно. И гордость от смирения. Что ж тут отличать? два противоположных качества. Как жадость и щедрость. Как молчаливость и болтливость. Как расточительность и скопидомство. Понимаете? Это даже не знаю, чем вам тут помочь. Это совершенно разные качества души человека. Причем диаметрально противоположно. Вплоть до того, что если человек хочет в себе гордость вытеснить из своей души, это вытесняется только развитием в себе смирения. Другого способа нет. Иногда путают смирение с застенчивостью. Вроде путать человек может и слона с леопардом. Это на здоровье. Но мы это не можем рассматривать. Если уж человек спутался, как мы можем отличать? Мы про Фому, он про Ерема. Ну как тут? Есть еще вопрос? Алло, здравствуйте. Ну, смелее. Добрый вечер, батюшки. Отец Дмитрий, вот вы сейчас говорили, что невозможно человека привести к Вере даже через чудо. Но вот так случилось в моей жизни, что я, по-вечемому, как вы сказали, была готова, и слава Богу, через чудо я как бы подтолкнулась, пришла к Вере. Но вся семья моя неверующая, родители, которые воспитывались в советское время, и дети, которые воспитывались в 90-е годы, и так больно смотреть, что вот все несчастья, неприятности в жизни, все как бы из-за того, что, ну, неправильно жили, неправильно мыслили, неправильно думали. Посоветуйте, как себя с ними вести, потому что говорить бесполезно, рассказывать о чудесах, которые со мной произошли, ну, как бы тоже бесполезно уже пробовать. Нет, вы знаете, не бесполезно, а вредно. вы, если хотите их обратить ко Христу, вы должны им явить настоящее христианство. По качеству своей души и по качеству вашей жизни, новой, христианской, вы должны всех их превосходить. Вы должны быть самая кроткая, самая добрая, самая терпеливая, самая трудолюбивая, самая скромная и так далее. И они же говорят, вот, мы же ее знаем с детства, вот она такая стала благодаря христианству. Тогда это их заинтересует. А никакими словами не нужно, только примером. Вот так, что вам советую. Это довольно эффективно, потому что если человек воспитан по-христиански, это имеет такое внутреннее очарование для людей, которые это не знают, что он вполне может обратиться, если Господь его уже вы заметили, бывают всякие у него скорби и болезни, то значит Господь не оставил этого человека. И ваш пример такой ровный, спокойный, я бы сказал, счастливой жизни. Потому что христианство, оно наполняет жизнь человека счастьем. я вот состоял в переписке с одним очень таким глубоким христианином старым, ему было почти сто лет. И он однажды написал такую фразу в ответ на что я его сейчас не помню, но мне запомнилось, что там содержалось, что он говорил с Богом вообще ничего не страшно. А прожил он жизнь довольно трудную. 17 лет в лагере провел за то, что он был христианином, монахом. вот, и очень эта жизнь такая внешняя была трудная. Потому что одно дело, когда человек разбойник, его поймали, посадили, а другое дело, когда человек вообще ни в чем не виноват, вся его вина в том, что он любит Бога и ему молится. И вот вся его вина перед обществом, государством и так далее. Вот. И действительно, с Богом ничего не страшно, потому что человек все упование на Бога возлагает. Поэтому я бы на вашем месте обращение их к Богу все возложил на Него самого. Во-первых, нашего Бога зовут Иисус, что в переводе на русский язык значит Спаситель. Вы-то не Спасительница, зачем браться за вещи, которые совершенно не ваш прерогатив. Вы можете, если сочувствуете этим вашим родичам, можете тихонечко, не говоря им, за них молиться. О том, чтобы Господь открыл им себя. И в тот момент, когда Господь сам сочтет нужным, а Господь сам знает это, когда, что, как человека подготовить, потому что, ну вот я, когда приезжаю в конце августа в храм, я всегда оглядываю сам вон, и смотрю, сколько новых людей, какая радость. Есть, конечно, и старые прихожанки, и прихожане по 30 лет ходят, но всегда есть много новых. Господь их как-то привел. Вот так что тут обязательно надо усердствовать и заботиться о них. Только форма этого усердия должна быть другая. Очень хочется увидеть некий результат. Так он будет результат. Но если что-то настаивать, говорить, увещевать, это обратный эффект. Потому что, на самом деле, отчего человек не верует в Бога? Не потому, что ему не объяснили, вот сама эта женщина говорит, вот они в советское время были воспитаны, причем я тоже в советское время был воспитан. Мой отец 28 года рождения. Он тоже его в советское время воспитывали. Но в нем ни капли не было ничего советского. Он прекрасно различал, что хорошо, а что плохо. И никакие там в школе там и в последующем учебном заведении никак не могли это никак поколебать. Ну, просто, например, ясно, что на меня это тоже влияло. Потому, что все детки хотят отцу подражать. Ну, все очень просто. Насколько правильно полагаться на мнение только одного священника и следовать его советам? И должен ли этот священник быть непоколебимым авторитетом в духовной жизни мирянина? Ну, во-первых, христианство это не рабство. Если взять такую установку, можно очень, ну, как сейчас говорят, нарваться. тем более есть такие пастыри в кавычках, которые всячески провоцируют именно такое к ним отношение. Если уж преподобный Серафим про себя говорил, что если я от себя говорю, я, бывает, ошибаюсь, то есть сейчас у нас пастыри, которые выше, чем преподобный Серафим, нетушки, такого мы не наблюдаем. Поэтому проверять нужно священным писанием и священным преданием святых отцов. То есть если то, что говорит священник о нем в русле священного писания и предания, мы к этому прислушиваемся. Конечно. Но несем ответственность за принятие решения мы сами. А священник хочет выбирать его совет как руководство к действию. И священники есть очень толковые. я я даже тут по спасу смотрел. очень понравилось как рассуждают молодые священники такие симпатичные и как здорово образованно душа радуется. вот но я вполне допускаю что вряд ли он успел всех отцов прочесть. Надо спокойно трезво относиться. есть вопрос. Алло добрый вечер. Алло да здравствуйте здравствуйте как поживаете как поживаете слава богу за все отлично теперь возьмите правую руку и выключите звук у приемника ага сейчас 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 а теперь задавайте ваш вопрос алло здравствуйте батюшки я говорю вопрос теперь задавайте задаю вопрос такой вот в псалме 50 есть такие слова избавим от кровей Божия Божия спасения моего от каких кровей от от волнений крови от горячности знаете вот говорят кровь в голову ударила от гнева может давление повысится а что такое давление давление чего давление крови вот от этого мы просим господа чтобы он нас избавил ваше вот немножко в продолжении предыдущего вопроса есть один человек который для меня авторитет и идеал скажите а грех ли идеализировать человека конечно это прям противоречит заповеди божии не сотвори себе кумира все люди грешные и идеал в том числе но вот настолько человек нравится что хочется ему подражать сколько угодно я встречаю людей десятки они мне очень нравятся перед некоторым прям благоговею некоторые умерли превосходные люди совершенно ну это совершенно ничего не меняет но может быть так легче человеку если он будет а надо не искать легких путей если искать легких путей обязательно мы провалимся в яму то есть такое подражание жизни другого человека это вообще неправильный путь даже когда мы подражаем Господу Иисусу Христу ведя христо подражательную жизнь по словам древних подвижников то никогда не забыть кто ты а кто Христос не надо думать что я и сейчас бес им буду повелевать по воде ходить сейчас накормлю пять тысяч человек в пятерочку приду ребята в кассу не стойте сейчас я вам победоров и перцев насыплю вот нет есть вопрос алло здравствуйте говорите пожалуйста алло здравствуйте у меня вопрос такой вот если человек вот у меня например друг он упал с моста не знаю толкнул ли его или он сам спрыгнул вот нет нет этой информации то есть может быть он самоубийца может нет при когда молиться за него его имя можно называть нельзя называть и вообще за самоубийца почему не называют имена и если например назвал имя говорят что тебе будет плохо из-за этого что вот хочу для себя решить этот вопрос как не быть в данной ситуации если человек ты не знаешь он умер так или во первых великий апостол павел который при жизни был восхищен до третьего неба где слышал глаголы неизреченные самих ангелов он говорил нелепых и бабьих басен отвращайся поэтому то что вам нелепые бабы там говорят по поводу имен там нельзя называть там еще чего-то это все если самое мягкое выражение употребить называется собачья чушь вот если погрубее сказать то это просто проявление творчества нашего великого русского народа потому что всегда человек когда ничего не знает он очень любит учить это первое если вы хотите узнать то вы обратитесь к родственникам потому что когда человек умирает насильственной смертью всегда бывает следствие и родственники обычно знают что милиция установила это довольно легко поэтому по каждому случаю внезапной смерти даже если человек просто умер так сказать в своей постели приходит мельционер он вызывает следователя специалиста они смотрят нет ли тут какого-то криминала и вот родственники вам скажут самоубийца он или нет и если самоубийца вы можете за него молиться дома называя его имя имя отчества фамилию на здоровье можете молиться сколько угодно единственное что мы за таких не молимся в церкви почему чтобы другим было неповадно но если человек в церковь не ходил Богу не молился во Христа не веровал это вообще не играет роли молиться за него не молиться это на волю Божию как уж Господь сочтет нужным вот потом надо узнать не состоял ли он на учете в психиатрическом психоневрологическом диспансере не страдал ли он депрессией тогда если вас это интересует надо проявить энергию это все узнать если человек состоял тогда за того можно молиться как заболящего усопшего вот пожалуйста спасибо огромное да не за что и вам так же но не всегда обстоятельства смерти бывают расследованы до конца конечно бывает что вот пошел на рыбалку и нет и тела не нашли ну проходит пять лет и считают его умершим а тогда не знаю за здравие или за упокой может он просто решил подальше от родственников уплыть кстати это тоже очень серьезный вопрос если человек жив а я его за упокой а если он умер а я его о здравии это обычно говорят люди которые совершенно не веруют в бог они думают что от того как мы написали на бумажке что-то вообще зависит от этого не зависит ничего бог знает кто жив а чья душа уже отошла в мир иной и бог сам знает одна женщина приходит в ужас в глазах вот истинный ужас я нечаянно а почему ужас потому что веры то нету она верует во всякие суеверия как вот дайте вот женщине там одна сказала и вот она уже там имя нельзя называть почему нельзя вот один человек умер его убили на дуэли Александр Сергеевич Пушкин вот я назвал и что теперь у меня язык отсохнет есть вопрос алло слушаем вас алло в общем вопрос у меня такой по поводу венчания вот я слышала что больше трех раз венчаться нельзя скажите правда это или нет но истинная правда истинная правда так еще какой вопрос все да ну как просто было было какое-то добавление но до нас не дошло господь сказал соблазнов бегайте я попробовал но в миру они на каждом шагу получается надо из мира бежать а у меня семья дело в том что мир тут имеет свое толкование мир это и есть соблазн бежать от мира это значит бежать от соблазна а вот человек попробовал и столкнулся с тем что всюду соблазн ну и что ж вот и надо бежать а куда ну представь себе вот человек пошел гулять а зонтик не взял и полил страшный дождь ну страшно ну надо бежать чтобы спрятаться от дождя ну вода сплошная надо конечно а какая-то часть воды упадет на одежду скорее всего ноги промочишь но все-таки не до нитки встал куда-то в такое место более или менее свободное от воды и ждешь пережидаешь смиряешься от дождя спрятаться легче нет конечно от дождя а если извержение вулкана раз уж так начнем цепляться я говорю как образ сказано бегай соблазн вот он надо бегать это же не я приду вот речалок решил практически этот заповедь исполнить ну молодец и столкнулся с тем что конечно он окружен соблазн окружен но из окружения целой армии выходили что же теперь сдаваться что ли я сдаваться не буду ну вот есть вопрос алло здравствуйте алло алло говорите пожалуйста очень благословите здравствуйте слушаем вас вот такой вопрос подскажите житейский сноха маленький ребенок то есть ну получается неродной дед ну как-то стало препятствовать общению то есть ребенок растет он же не знает что дед не родной то есть с самого рождения воспитывал принимал участие в воспитании помогался и вот негативно настраивает ребенка словесно и вообще с ним разговаривать не будешь с ним играть не будешь вот как как вот с ней вот правильно то есть не то что на скандал не лезешь как-то стараешься обойти углы острые я все я все понял еще второй маленький вопрос можно сразу а вот на радио Вести ФМ вы лекции проводили что-то вас сейчас не слышно не подсказьте причину ну как забоялись зря очень хорошая передача удобно слушать ну да вот такой вопрос скажите пожалуйста как тут находится быть да очень просто дайте ей денег так и денег материально она сидит три года уже на работу не выходит с декрета и мужик один бедный работает и ее содержит и мы еще бедный работает ой-ой-ой какой мужик бедный ну не хочет она никак на работу выходить у нее ребенок у нее одна мотивация у меня ребенок ребенок в садик ходит все то есть она еще даже препятствует развитию ребенка ни в секцию никуда не дает надо договариваться другого пути бесполезно договариваться анорексичка понимаете по-русски говоря а вы какое-то нерусское слово употребили анорексичка болезнь у нее такая понимаете то есть она не ест ничего шизофрения можно сказать вот так вот можно еще как сказать больной человек и ребенка хочет так же в черном теле держать а ребенок растет везде интересуется все надо то есть и не знаешь как быть уже просто ну что ж значит ваш сынок выбрал такую жену тут ничего с этим не сделаешь по интернету выбрал ну что ж всякое бывает в другой области соседней еще к тому же ого из другой области вот беда то каждое лето уезжает к матери на полгода ребенка увозит и в деревне сидят там церковь не хочет ходить крест носит церковь не дает ходить даже ребенка не дает ходить только договариваться другого пути нет я и молюсь за нее и всякое и ничего не помогает ну понимаете вот в вашем голосе слышится обида и раздражение нет обидно нет просто то что значит я просто глупый болван который ничего в этом не понимает я говорю я слышу в вашем тоне раздражение и гнев а ну значит очень плохо что вы свое не чуете гнев это грех зачем я буду греть на душу а вот я тоже я тоже не знаю вы понимаете вы позвонили хотите чтобы вам ответили я начинаю отвечать вы начинаете спорить тогда вы позвоните в другой раз каком-то другому батюшке и все не я хочу вам позвонить так вам я вот он сижу вас слушаю и вам говорю а вы не слышите свое буробите еще неизвестно у кого анорексия может у вас вся семейка такая я с вами тоже не знаю это не моя семья в том-то все и дело да какая разница понимаете нет никакой разницы да да я 30 парней воспитываю у меня со всеми отличные отношения обнимаемся целуемся и прекрасно все себя чувствуем а может у нее чисто ревность то что а вы вы узнаете выясните надо действовать не хочет на контакт прийти понимаете ну как объяснить вам ну если вы такой такой простой простой вопрос не можете решить значит какой вы дед дед должен быть мудрым он должен ее по очкам переиграть вот я не хожу поэтому туда и чтобы на ребенке она не отыгрывалась ну и не ходите нервы сохраните ждите пока другого внучка вам народят не хочет она рожать второго мы уж говорили все не хочет никакую все возьмите из детского дома гада не те из дома есть еще да бог дает человеку мудрость и ум проникать в тайны божьего мира не каждому и в то же время господь говорит погублю мудрость мудрецов почему так а потому что эта мудрость она бывает мудрость человеческая и причем мудрость мудрецов это из одного текста а то что ты назвал в начале это из другого от контекста зависит что имеется ввиду мудрость божия то что подается человеку для понимания для понимания да и то что человек придумывает сам да да это разные вещи саша как пытаемся слепить ну что делать бывает не сходится ума не хватает чтобы понять что это речь идет о разных вещах мудрость человеческая она всегда заходит в тупик раны ну да вот и поэтому господь говорит погублю мудрость этих мудрецов вот как дедушка ну вот уперся и ничего не достигнет то есть здесь нужно только освоить это искусство дипломатии и попытаться все таки тут не дипломатия он должен изменить свое отношение к ней она прекрасно это чувствует неприятно да и подозревает а может быть и он там всякие высказывания допускает не знаем потому что когда человека выслушиваешь ну просто ангел во всем прав но тут тон разговора выдает что это совсем не ангел человеку хочется всегда своего он идет таким напористым путем при своей цели ну не всякий человек в данном случае это именно так в юности сделал аборт и когда почувствовала что натворила поспешила зачать чтобы как-то успокоить свою душу жутко боялась что бог меня накажет но произошел выкидыш и теперь мучаюсь от того что я сделала очень сильно каюсь как приобрести покой или буду вечно мучиться ну после такого преступления покой обрести нельзя потому что и покаяться нельзя если обокрасить человека можно ему вернуть деньги и еще слихвы четверо как заки да а тут убил человека как покой выкинуть что ли из головы никак не выкинешь поэтому это я вот очень многие женщины приходят уже весьма пожилые и за 70 лет и со слезами на глазах уже сороковой раз каются что они убили ребенка ну то что взрослый человек доходит а потом ведь обычно лечет детей убивают чтобы получше жизнь себе устроить а жизнь убийцы она бывает гораздо хуже и это уже вкусив понял что убив ребенка ничего не достигло все наоборот поэтому тут надо терпеть что господь пошлет как результат вот этого события и все время просить у бога прощения как вспомнил так господи прости спасибо батюшка за ответы нам пора прощаться с нашими зрителями всего вам доброго дорогие братья и сестры до свидания всего доброго до следующей встречи господи господи